Попало под трамвай. На перегрёздке Стахановска и Карпинского случилось ДТП, которое попало в объектив камеры видеонаблюдения. Пешеходы переходят дорогу на зелёный сигнал светофора. Двое мужчин минует рельсы, а следом на пути выходит женщина. Её сбивает подъехавший в этот момент вагон. Мы запросили комментарии в ГИБДД. Нам оперативно ответили, что у трамвая в данном случае было преимущество. Со стороны улицы Левченко двигался трамвай под управлением водителя 1997 года рождения, который, по предварительной информации, допустил наезд на женщину 1956 года рождения, которая в нарушении ПДД РФ переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Зелёный сигнал для пешеходов горит, и именно на него люди ориентируются, переходя здесь дорогу. Однако этот перекрёсток не самый простой в плане перемещений по нему пешеходов. После перехода дороги следует остановиться и уступить дорогу трамвая, если он приближается. Что же касается пострадавшей женщины, то её осмотрела бригада скорой помощи. Госпитализация не потребовалась. По факту ДТП идёт проверка. Она установит все обстоятельства произошедшего. Добавим, что в регионе с начала года в ДТП погибли 144 человека. 1 394 получили травмы. Перемячка Надежда Лепёшкина хотела взять в микрофинансовую организацию денег взаймы, а в результате лишилась своей двухкомнатной квартиры. Некий чёрный риэлтор вместо договора залога оформил с ней договор купли-продажи жилья. Сейчас женщину просят с вещами на выход. И она уже отчаялась доказывать свою правоту. Между тем, число престарелых собственников, обманутых в нашем городе, по такой же схеме продолжает расти. Тему продолжит Елена Иговцева. Нужны были деньги, а в государственных банках большие суммы пенсионерам взаймы не дают, говорит 62-летняя перемячка Надежда Лепёшкина. Именно поэтому она обратилась в микрофинансовую организацию, адреса которой расклеены в объявлениях на всех столбах. Женщина взяла кредит в размере 500 тысяч рублей под залог своей двухкомнатной квартиры. И исправно гасила долг. Но спустя несколько месяцев мужчина, который представился как инвестор, предложил Надежде переоформить договор. Я вообще не понимала, вот совершенно не понимала, что я подписываю. Он мне дал договор купли-продажи квартиры, и чтобы я там внизу написала, что я от него получила миллион 800. Вот. Я так на него посмотрела, он говорит, пишите, пишите, Надежда Борисовна, мы как бы так практикуем. И говорит, дайте, Надежда Борисовна, ваши лицевые счета там по свету, по воде и все такое прочее. И вот тогда только до меня дошло, что я свою эту квартиру, документы-то подняла, а квартира-то уже не моя. Согласно документам, Надежда Лепешкина продала свою двухкомнатную квартиру на улице Карбышева некому мужчине за миллион 800 тысяч рублей. Цена очень низкая, но даже этой суммы пенсионерка не получила. Пострадавшая обратилась в суд с иском о признании сделки купли-продажи недействительной, но проиграла процесс. Не помогли и жалобы в различные инстанции. Аргумент правоохранителей – надо смотреть, что подписываешь. Писали мы в приемную президента, писали мы, значит, в следственный комитет, писали в прокуратуру Пермского края. В общем, все везде мне отказывают. То есть, как бы, все на его стороне, но никак не на моей. И сейчас они, вот, был у нас последний суд кассационный 22 июля, вот, тоже как бы вынес решение не в мою пользу. Теперь Надежде Лепешкиной придется освободить уже ставшую чужой квартиру. Специалисты предостерегают, прежде чем подписывать документ, нужно внимательно его изучить. А лучше посоветоваться с независимыми грамотными юристами или хотя бы подкованными в правовой сфере знакомыми или друзьями. Подростка из села Октябрьский, которого обвиняют в убийстве родителей и младшей сестры, экспертиза признала невменяемым. Напомним, в марте этого года в Октябрьском обнаружили тела троих человек – мужчины, женщины и девочки. Старший же сын пропал. Его объявили в розыск и задержали в Екатеринбурге, куда он уехал на попутки. На допросе подросток признался в убийстве родителей и сестры. Теперь суду предстоит решить, будет ли он проходить принудительное лечение в психиатрической больнице. Не рекорд, но близко. За сутки в Пермском крае выявлено 476 новых случаев заболевания COVID-19. 44 человека проходят лечение в больницах, 432 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. 28 пациентов за сутки скончались от коронавирусной инфекции. В числе 476 новых инфицированных – 186 пациентов мужского пола, 290 – женского, среди заболевших – 68 детей. В больницах края сейчас лечатся от COVID-инфекции 3580 пациентов, из них 197 – на искусственной вентиляции легких. Доля свободного коечного фонда от фактически развернутого – в 18%. Общее число официально зарегистрированных в Пермском крае случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала пандемии составляет 79 217. Вакцинация. План горит, надо ускоряться. До ноября текущего года власти Прикамья планируют привить от COVID-19 1 миллион 200 тысяч человек. В нашем регионе сейчас рассматривают разные варианты ускорения темпов вакцинации. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочее совещание, посвященное этой теме, на котором подчеркнул – вакцинация сегодня первоочередная задача для властей. От этого зависит здоровье, даже жизни людей. Поэтому все необходимо выстроить так, чтобы иммунизация проходила как можно эффективнее. И у каждого, кто хочет сделать прививку, была для этого возможность. По информации Краевого Минздрава, с начала года в регион поступило почти 703 тысячи комплектов вакцин. Обоими компонентами привиты на сегодня более 446 тысяч жителей. Ежедневно вакцинацию проходит порядка 11 тысяч человек. В ведомстве отметили, что для достижения поставленного плана дополнительно необходимо привлечь медработников и порядка 600 тысяч доз вакцин. И еще несколько цифр. Больше всего вакцинированных среди медиков – 76,5%. Прививку поставили почти 60% соцработников, более половины – сотрудников промышленных предприятий и почти 48% работников сферы образования. В Минздраве отмечают, активность среди пенсионеров снизилась. Прививку поставила лишь треть пожилых пермяков, а задача приблизиться к 100%. По расчетам Минздрава число вакцинаций в Крае реально увеличит до 16 тысяч в день. В этом случае поставленного показателя удастся достичь к ноябрю. Месяц без горяченькой, и это еще опрессовки не было. В редакцию ТСН обратились жители сразу двух домов в Мотовилихе. С начала июля в их квартирах нет горячей воды. Добиться возобновления подачи коммунального блага людям не удается. По их словам, коммунальщики только разводят руками и не предпринимают никаких мер. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Вот уже месяц у нас нет горячей воды. Приходится выкинуть, вот вредная вода бежит, не горячая. Приходится вот кастрюлю ставить и греть буду. До 10 кастрюлю в день приходится кипятить Нине Михайловне, чтобы справиться со всеми бытовыми задачами – умыться, постирать, помыть посуду. Горячей воды в доме на Студенческой, 25, нет с начала июля. Как рассказывает пенсионерка и ее соседи, об отключении их никто не предупреждал. Знаете, так плохо, вообще не знаю. Как так можно никому не сказать нельзя, никто ничего не знает. И концов не можем найти. Сколько-то можно нам так терпеть. В такой же ситуации оказались и жители соседней многоэтажки по Студенческой, 25А. У нас в управляющей компании одна и та же, поэтому одновременно отключили Студенческой, 25 и Студенческой, 25А. Первый раз такое, но отключали, бывало, недели на две. Но то, что в этом году творится, это первый раз такое. Решить проблему жители сначала пытались в управляющей компании. Там их заверили, что в системе водоснабжения внутри многоэтажек проблем нет. В доказательство привели факт, что вода идет из обоих кранов, холодного и горячего. Жильцы также обратились в ресурсоснабжающую организацию, районную и городскую администрации. Как нам объяснили, то есть наша система в доме работает, вышла из строя часть трубы, у которой нет хозяина, как нам сказали. Часть трубы не стоит у них на балансе. Обратились, как я поняла, в управляющие компании обратились в город, в администрацию. Те сказали, что мы ничего не знаем, ремонтируйте сами. То есть вот это пенальти, оно как бы происходит, а мы остаемся без воды, без горячей. Нам ситуацию уже более подробно и конкретно прокомментировали в Пермской сетевой компании. Дефект обнаружен на бесхозяйных сетях, которые не принадлежат ни одной ресурсоснабжающей организации. Вопрос находится в зоне ответственности администрации района. В данном случае муниципалитет обратился в Пермскую сетевую компанию для содействия устранения дефекта. В скором времени энергетики приступят к работам. На момент выхода сюжета в эфир горячее водоснабжение еще не было восстановлено. Тем временем, по словам жителей, в доме грядет опрессовка. Она проводится здесь с конца августа до начала сентября. А это еще как минимум две недели без горячей воды. Татьяна Овсянникова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Секреты прошлого пермские археологи завершают раскопки в микрорайоне Разгуляй. На месте старинных домов найдено немало интересных предметов. В их числе, например, бутылка из-под дорогого и известного в Царской России коньяка. А также награды и солдатские каски времен Великой Отечественной. Подробности далее. Раскопки в Разгуляя археологи Пермского госуниверситета ведут уже больше месяца. Находок много и они из разных столетий. В числе самых старинных монета середины 18 века. На ней надпись «Динга». Такие в большом количестве чеканили при императрице Анне Иоанновне. Много артефактов из 19-го столетия. Здесь фаянсовая посуда, флаконы из-под туалетной воды, керамические части курительных трубок. А это бутылка из-под дорогого шустовского коньяка. Очень распространённый коньяк в конце 19-го и в начале 20-го. В России один из крупнейших производителей коньяка. Там на ней даже сохранилась чуть-чуть этикеточки. По ней и так понятна бутылка своеобразной формы. И там написано, что это товарищица Шустова. Среди находок – жетоны извозчиков. Надпись «Ломовой» означала, что этот человек занимается транспортировкой тяжёлых грузов, например, вывозом снега или нечистот, перевозкой стройматериалов или доставкой продуктов и воды в магазины и питейные заведения. Тогда в ходу была поговорка «Ругается, как ломовой извозчик». Эти люди отличались крепкими выражениями. Ну а жетоны ломовикам выдавали на год. То, что здесь присутствуют жетоны ломовых извозчиков, вполне объяснимо. Ведь «Разгуляй» активно застраивался. К тому же на улице Пермской в начале 20-го века находилось достаточно крупное предприятие – кондитерская фабрика и хлебопекарня. Владелец Алексей Ежов выпускал шоколадные конфеты, плиточный шоколад и масло какао. У нас здесь открылись как раз подвалы этого дома, в котором по историческим источникам здесь находилась кондитерская фабрика Алексея Фёдоровича Ежова. Как раз есть фотография этого дома в габке. Мы сверяем, сейчас мы доисследуем эти подвалы, эти фундаменты. В принципе, это вроде как похоже. Конечно же, есть находки и из века 20-го. Вот кружка с эмблемой Красной Армии, а также медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Археологи обнаружили здесь даже каски времен Великой Отечественной. Вот это советская каска, сделанная у нас в Лысьве. А это немецкая, достаточно тяжелая и, похоже, пробитая. Судя по всему, это трофей, как предполагают ученые. Возможно, немецкую каску привез домой ветеран-фронтовик на память. А может быть, каска принадлежала кому-то из пленных немцев, которых в Перми после войны тоже было немало. Археологов сегодня посетил ректор госуниверситета. Дмитрию Красильникову рассказали. Работы уже на завершающем этапе. Все находки будут переданы в Краеведческий музей. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Гигантскую сковороду изготовили в Перми на одном из предприятий. Впервые в России ее смастерили из нержавеющей пищевой стали, на которой можно готовить любые блюда. Диаметр этого суперсотейника 2 метра 61 сантиметр, глубина 35 сантиметров. Высота чудо-сковородки с подставкой достигает 1 метра, а ее вес 250 килограммов. Огромная посуда рассчитана на приготовление 2500 порций. На производство сотейника ушло около месяца. Из листов пищевой нержавеющей стали толщиной 5 миллиметров вырезали круг и боковые части, которые загнули до нужной формы и отправили заготовку на сварочные работы. После чего сковороду зачистили и отполировали. В ее создании участвовали 10 работников мотовелихинских заводов. Первое блюдо, жаркое по-уральски с полбой, приготовят на сковороде уже в эту субботу в рамках одного из кулинарных фестивалей. После стабилизации ситуации с коронавирусом и снятия ряда ограничений, мега-сковородку будут использовать на крупных краевых и городских мероприятиях. Шустрый, ярко-рыжий и очень симпатичный. В Пермском зоопарке новый обитатель. Недавно здесь появился на свет детеныш Лангура Иванского. Блестящий гульман, как еще называют этих диковинных зверьков, очень редкий вид обезьян. В России эти мартышки живут только в двух зоопарках, нашем и Новосибирском. Да и рождаются в неволе нечасто. Тем более в чужом для них климате. Однако аномальная погода в регионе совершила чудо. Увидеть его посчастливилось Дмитрию Гаврилову. Ярко-оранжевый малыш появился на свет всего неделю назад, но уже успел вызвать небывалый восторг посетителей зоопарка. Ведь у взрослых особей этих очаровательных обезьянок, иванских лангуров, шерсть темного или почти черного света. А этот малыш гораздо ярче своих родителей. У лангуров череденыш рождает такого ярко-ярко-рыжего цвета, прямо как апельсины. Потом с возрастом они не темнеют. То есть он уже примерно к 6 месяцам будет такой уже, серенький. И бывает такое, что, конечно, несутся рыжие на всю жизнь, но это большая-большая редкость. И в природе это, конечно, очень плохо. В зоопарках интерес смотрится, но в природе не очень. Иванские лангуры, или по-другому блестящие гульманы, обитают преимущественно в Индонезии, на островах Ява, Бали, Ламбок. В дикой природе они способны прожить до 30 лет. Животные активны днем, проводят большую часть времени на деревьях, питаются листьями и цветами. Из-за трудностей в содержании иванские лангуры редко содержатся в зоопарках, еще реже размножаются. Поэтому новое потомство – невероятный успех для зоологов. Это довольно редкое содержание сложной обезьяны. То есть в российских зоопарках лангуров очень мало. Вот мы взяли их из Новосибирска, пару. И да, вот они у нас второй раз дали потомство. У них первый ребенок родился в 2019 году. Сейчас ее уже два годика. И вот нынче родился еще один детеныш. Рождение второго малыша для пары – событие знаковое. Родителям маме Джулии и папе Спайку и первый-то детеныш ждался нелегко. Он родился после нескольких неудачных беременностей. И вот радость пришла в разгар жаркого уральского лета. Это, предполагают зоологи, и способствовало счастливому событию. Сейчас малышу неделя. Осмотреть детеныша и определить пол сотрудникам зоопарка пока не удалось. И малютка остается безымянным. Родители никому не позволяют приближаться к их чаду. Интересно, что в воспитании братика самое активное участие принимает его старшая сестра Лилу. Она также, как и родители, принимает его, носит на руках, наблюдает за первыми шагами и заботится. Дмитрий Гаврилов, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.